МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «День города» на ваших экранах. Марина Комиссарова в студии. Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Свидание на Театральной. В Рязани открылся самый романтичный фестиваль в истории театрального искусства. Космический дом в центре Рязани вот-вот сравняют с землей. Можно ли спасти исторический памятник? Место, где жил и творил Константин Циолковский. Куда уехал цирк? Наша съемочная группа разбиралась, скоро ли закончится затянувшийся ремонт, и чего ожидать рязанцам от обновленного здания цирка. Куда уехал цирк? Прошло уже полтора года с тех пор, как рязанский цирк закрылся на ремонт. С тех пор он успел погореть, началось благоустройство территории вокруг него. А вот на каком этапе находится ремонт, мало кому известно. Анна Герцовская узнавала, скоро ли арена снова будет принимать рязанцев. Это цирк изнутри, точнее, холл, который видели многие рязанцы. Стоит сказать, что работы по капитальному ремонту учреждения начались с демонтажа. После него вскрылось много новых фактов, которые прибавили работы строителям. Когда делали новый проект, соответственно, опирались на проект, по которому был построен цирк. Ну, вот там всплыло, что по тому проекту, допустим, где конюшня, где малый манеж, вот, что это все были грунты обратной засыпки. Когда сейчас все вскрыли, там оказались пустоты, не грунты обратной засыпки, как было, а там оказались просто пустоты. Когда они спустились, очень много возникло работ, требующих усиления и фундамента, и колонок. После обследований дополнительными обвязками были усилены практически все колонны, на которых держатся плиты перекрытий. Это сделано для безопасности будущих зрителей. Здесь видны новые кирпичные кладки. В старых практически каждый кирпич был покрыт трещинами. Был вскрыт пол первого этажа. Он прошел через процесс выравнивания. Раньше пол имел большие неровности и перепады в несколько сантиметров. Это происходило от того, что со временем фундамент менял свое положение. Его, кстати, также укрепили. Цирк был построен в 1971 году и ни разу здесь капитальный ремонт не проводился. Не секрет, что сейчас работы затянулись. Раньше открытие цирка планировалось под конец текущего года, но теперь оно назначено на сентябрь 2017 к открытию нового сезона. Реально произошла задержка федерального финансирования. Соответственно, администрация области помогает пролоббировать интересы, чтобы финансирование продолжилось. Раньше здесь наблюдалось порядка 150 рабочих, теперь в трудные времена в 10 раз меньше. К тому же, произошедший год назад пожар новой кровли добавил ложку дегтя в происходящее. Однако горизонт, за которым начнутся новые представления в цирке, все-таки виден. Для меня очень важно, что последние лет 20 считалось, что в цирке есть малый манеж, ну, репетиционный еще манеж, но его как такового не было. Сейчас после капремонта у меня появится второй манеж, который позволит разгрузить основной манеж на репетициях. Здание цирка включает в себя и административные помещения. Их также полностью переделывают. В некоторых гримерных пришлось сносить стены и ставить новые. Все здание цирка получило новые системы коммуникаций, итальянскую охлаждающую вентиляцию. Кроме того, заменили электропроводку, систему пожаротушения, отопления и многое другое. Все заработает, как единый механизм. Это получится небольшим кассовым залом, чтобы люди не на улице ездили. Конечно. Сюда заходили, а отсюда пройдет. Вот уже цирк. В самом манеже появятся мягкие кресла, стационарное освещение и звук. По проекту, требующие больших вложений. На входе появятся пандусы для людей с ограниченными возможностями. Первый ряд будет заменен местами для этой же группы лиц. Это только малая часть того, что увидят зрители, когда цирк будет открыт для них. А директор обещает постараться предоставить гражданам интересные программы, которые создадут им хорошее настроение. Космический дом в центре Рязани вот-вот сравняют с землей. Научный мир уже сейчас готовится к юбилейной дате – 160-летию со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, человека, доказавшего, что соприкосновение с космосом – это не фантастика, а реальность. Стоит ли напоминать, как много связывает великого ученого с Рязанью? Какие мероприятия готовятся к юбилею знаменитого земляка в регионе, узнаете в следующем сюжете. Дом номер 40 по улице Вознесенской. Давно пустует, в 2011 году его признали аварийным. Ровно через неделю, 28 ноября, решится судьба этого дома. Кто-то получит тендер на его снос, и в течение 15 дней дом сравняют с землей. А ведь именно здесь, когда-то, в 1860-е годы проживал основоположник практической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. О проживании Циолковских в доме Калеминой стало известно в 1960-х годах, в период подготовки к открытию музея Циолковского в Выживском. Копии автобиографии Константина Эдуардовича из архива РАН с упоминанием этого факта директор музея Коваль передал на хранение в Рязанский Кремль. Однако до недавнего времени не было известно, где находится дом Калеминах, пока указанные данные не были выявлены заместителем директора Государственного архива Рязанской области по научно-методической работе Дмитрием Филипповым. Выяснилось, что дом действительного статского советника Александра Ивановича Калемина, видного чиновника и откупщика эпохи Александра II, короткого приятеля, известного земского деятеля Кошелева, находится на улице Вознесенской, 40. Как вспоминал сам Циолковский, мы жили сначала в одном отделении, потом в другом, а вот в то отделение, где мы жили, заехали потом Белопольские. Причем Белопольские по какой-то иронии судьбы, люди, в общем-то, тоже имеющие такое косвенное отношение к астрономии, поскольку Петр Васильевич – это племянник известного русского астронома Аристарха Белопольского. Поэтому вот такой получается космический дом. В Рязани всего два здания имеют прямое и непосредственное отношение к Циолковскому. Дом его матери по улице Урицкого, 53, и дом Калеминых. Дом Трубниковый на Садовый уже уничтожен. С учетом мемориальной значимости домов Министерству культуры Рязанской области неоднократно предлагалось внести указанные дома в реестр объектов культурного наследия региона. Однако до настоящего времени дома не имеют статуса памятников. Лишь недавно на стене дома по Вознесенской, 40, появилась памятная табличка. Это абсолютно достоверная информация о том, что там проживала Циолковский. Другой вопрос, что она как-то нигде у нас не звучала. И понятно, собственно, почему. Потому что долгое время не могли определить, где конкретно находится тот дом, в котором жила семья Циолковских в один из своих рязанских периодов. Заходим внутрь, пробираемся через груды мусора, поднимаемся на второй этаж. Дом вовсе не создает впечатление ветхого. Заброшенного – да, но реставрировать его вполне возможно. Это факт. Я считаю, что вот как минимум этот дом просто нужно сохранить. А в лучшем случае его можно было бы использовать как минимум под музей Циолковского, мемориальный, то есть попробовать восстановить. Понятно, у нас есть Ижевская с музеем, но в Ижевской далеко не все поедут. А туристы, которые приезжают в Рязань, мне кажется, с удовольствием бы посещали этот музей. Недавно снесен дом Ганнушки, на котором украеведы пророчили возможность стать музеем истории рязанской медицины. Неизвестно, появится ли литературный музей. Им мог бы стать дом сестер Хвощинских. А музей космонавтики в более удобном месте, чем Ижевская, вполне возможно было разместить здесь, в доме по улице Вознесенской. Но, видимо, это городским властям неинтересно. Общественный комитет в защиту историко-архитектурного музея-заповедника Рязанский Кремль направил обращение в прокуратуру Рязанской области, в котором сообщает о запланированном сносе дома Циолковских в Рязани. Напомним, охранного статуса у здания нет. Начальник Рязанского управления МВД навестил сотрудников отряда полиции, находящихся в служебной командировке в Ставропольском крае. На границе с Республикой Дагестан они обеспечивают пропускной режим, досматривают автомобили и грузы, выявляют и задерживают злоумышленников, находящихся в розыске. К обустройству своего временного места работы рязанцы подошли с душой. Территория освещается по ночам, есть баня с прачечной, тренажерный зал и зоны релаксации. На федеральном контрольно-пропускном пункте Затеричный, расположенном на автодороге на границе Ставропольского края и Республики Дагестан, служат 90 рязанских полицейских. Сводный отряд сотрудников районных подразделений полиции Рязанской области обеспечивает пропускной режим, досмотр автомобилей и грузов, выявляет и задерживает злоумышленников, находящихся в розыске и пресекает попытки провести оружие и боеприпасы. Начальник МВД России Рязанской области генерал-майор полиции Николай Николаевич Пелюгин в ноябре традиционно посещает место службы земляков, чтобы поздравить их с профессиональным праздником днем сотрудника органов внутренних дел. От имени руководства управления МВД России Рязанской области выражают искреннюю признательность личному составу нашего отряда, сотрудникам Ставропольской полиции за их нелегкий труд. Уверен, что вы в дальнейшем будете качественны и своевременно выполнять поставленные задачи по обеспечению правопорядка на территории Северокавказского региона. В ходе визита начальник МВД осмотрел пункт временной дислокации рязанских полицейских, проверил бытовые условия, организацию проживания, питания и досуга сотрудников и отметил, что руководство и сотрудники сводного отряда с душой подошли к организации проживания и службы. А праздничным подарком для рязанских полицейских в этом году стал концерт вокально-инструментального ансамбля регионального ОМВД «Диапазон-02». Перед концертной программой Николай Николаевич Пелюгин нагрозил отличившихся рязанских полицейских. Через месяц время служебной командировки сводного отряда закончится и на смены приедут другие сотрудники рязанской полиции. По отзывам полицейских визит начальника ОМВД поздравления и праздничные концерты придали им сил, необходимых для успешного завершения командировки. В Рязани стартовал фестиваль спектаклей о любви «Свидание на Театральной». В театральном мире Рязань уже известна несколькими крупными фестивалями. В этом году к ним добавился еще один. Формат необычен. В рамках встреч на Театральной зрители увидят самые разные спектакли о любви. Оказалось, что история фестиваля «Свидание на Театральной» уходит в далекий 2008 год. Именно тогда еще при бывшем художественном руководителе театра Жанне Виноградовой появилась идея сделать нечто подобное. Но в силу многих причин она не была воплощена в жизнь. Зато нынешнее руководство театра сделало максимум для того, чтобы все-таки дать этому театральному фестивалю жизнь. Я чертовски рад, невероятно рад, что в Рязани наконец появился свой фестиваль. Я убежден, зная напористость, зная характер этого человека, что фестиваль будет жить долго, может быть, да очень долго. Я убежден, поглядел только сейчас афишу этого фестиваля, ну, по телефону мы разговаривали, это все интересные коллективы театральные. И мне кажется, что зритель в самом деле встретится с праздником, настоящим театральным праздником, которого я желаю зрителю, театру и желаю себе. В период с 21 по 27 ноября рязанские зрители смогут увидеть на сцене театры драмы спектакли именитых театральных коллективов из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Костромы, Таганрога, а также из Казахстана, Германии, Сербия. На пресс-конференции, которая прошла в день открытия фестиваля, руководство театра отметило, что изначально опасалось недостатков желающих поучаствовать. Все-таки фестиваль новый, никому пока неизвестный. Но в итоге организаторам оказалось достаточно трудно отобрать лишь семь спектаклей из огромного количества заявок. Мы очень надеемся, что мы не ошиблись, и действительно эти спектакли они разные, они совершенно разные. И мы как раз таки надеемся, что они и порадуют зрителя, они, возможно, возникнут какие-то споры, и у зрителей возникнут споры, и у членов жюри. И, собственно, мы старались найти интересные разные спектакли, объединенные темой любви. Интересно, что сам Рязанский драматический театр выступит лишь в роли хозяина и организатора фестиваля, но не его участника, во всяком случае, в этом году. Открылся же первый фестиваль «Свидание» на театральной спектаклем театра на Литейном «Митина-Любовь», а завершится в воскресенье 27 ноября театральным сочинением «Душечка», который сыграет Таганрогский театр имени Чехова. На протяжении всей недели вы также сможете посетить спектакли, посвященные любви. Так что внимательнее следите за афишей и выбирайте то, что интересно вам. 155 лет назад впервые вышел в печать выпуск толкового словаря живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. Великий ученый навсегда вписал свое имя в историю словесности, и в современном мире к дате его рождения приурочен праздник Всемирный день словарей и энциклопедий. Каждый человек хотя бы раз в жизни обращался к словарю орфографическому, орфоэпическому или толковому. Между тем, словарей существует великое множество. Словарь неологизмов, в котором приводится список слов, недавно вошедших в тот или иной язык. Двуязычные или переводческие словари, в них выполнен перевод слов с одного языка на другой. Антропонимические словари со списком собственных имен людей, а также прозвищ и псевдонимов в том или ином языке. Словари названий жителей. Здесь речь идет о том, как именовать жителей того или иного города, области или региона. Лингво-страноведческие и культурологические словари содержат подробную информацию о культуре и быте народа, который говорит на изучаемом языке. А в словарях сокращений можно найти расшифровку всевозможных сокращений и аббревиатур. Существуют и более узконаправленные словари, например, словари эпитетов и сравнений или словари языковых трудностей. Однако такие книги встречаются достаточно редко и пользоваться ими приходится в основном Лишузскому кругу специалистов. Словарь не просто книга. Он собой завершает и одновременно предвосхищает множество других книг, подводит итог развития языка и прокладывает пути в будущее. Это срез языкового сознания, способ мышления, по сходству слов, в отличие от их смежности в речи. Большие академические словари выходили и до Владимира Ивановича Даля, но он создал уникальный словарь, представляющий не только наличный состав языка, причем разговорного, но и способы его лексического обогащения. Словарь Даля это книга слова производства, а не только слово описания. Ни один из академических словарей не сравнится с Далевским в представлении словообразовательного богатства русского языка в передаче его живого созидательного духа. Не случайно этой книгой пользовались и вдохновлялись ею. Такие разные писатели и поэты, как Андрей Белый, Велимир Хлебников, Сергей Есенин и Александр Солженицын. Константин Деревянко, руководитель культурно-просветительской программы словари 21 века, считает, что в России нужно очень серьезно подойти к проблеме составления и обновления словарей. Ведь после Даля, Ожегова, Ушакова и Розенталя этим никто так и не занимался. На этом у меня все. Смотрите новости и авторские проекты на нашем сайте город62.tv. Присоединяйтесь к сообществу телекомпания «Город» в социальной сети ВКонтакте, подписывайтесь на нас в Инстаграме. Мы стараемся узнать и рассказать вам самые интересные новости нашего города. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин